3 июля в торгово-промышленной палате Российской Федерации прошло расширенное совещание президента торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, представителями палаты за рубежом, также представители министерств, ведомств, организаций, деловых партнеров палаты, на котором обсуждались вопросы внешнеэкономической деятельности бизнеса и развития экспорта. У нас сейчас активизировалась очень серьезная работа с Китайской Народной Республикой. На следующей неделе будет первое заседание комиссии рабочей группы по электронной торговле, коммерции Китайской Народной Республики и Минэкономразвития Российской Федерации. Мы везем туда большой пакет проблем, которые обозначают нам наши производители, которые хотели бы выйти на рынки Китая через электронные площадки. Разумеется, у китайской страны есть еще большее желание к спасти, поэтому они нам в переговорной позиции попробуют еще раз доказать, что нам нужно создавать годовые склады, чтобы их продукцию еще обострелили на наши рынки, ну и транзитом уходил Европейский Союз. На сегодняшний день целевая модель региональной сети выглядит следующим образом. Мы надеемся, что 85 регионов охвата будет, 8 территориальных управлений будет РЭЦ. И вся остальная деятельность – это 80 и более центров поддержки экспорта в каждом регионе. Со всеми этими регионами проведенные обучения, рассказывая коллегам о продуктах РЭЦ, интегрируя продуктовые линейки центров поддержки экспорта и РЭЦ, таким образом исключая возможное дублирование направленных субсидий государства на развитие экспорта. По данным статистике, товар оборудования более превысился на миллиарды долларов США. Это серьезное увеличение. И эта работа будет продолжаться. Здесь есть большой вклад всех министерств ведомств, в том числе и Министерств экономического развития и Минкранторга, и всех подразделений из рубежей, которые нацелены на продвижение товаров и услуг российских экспортеров. В том числе и наши представители за рубежом. К мнению торгово-промышных палаты прислушиваются. Ее считают компетентным органом, в том числе не только на внутреннем российском рынке, но и в работе по продвижению российского экспорта за рубежом. Я хочу сразу поблагодарить министра за помощь, которую оказывается в нашей работе. В последнее время очень серьезно нам помогает в борьбе за право проводить всемирный форум торгово-промышленных палат. В последнее время подключились все послы к этой работе, мы каждый день получаем от них совмещение, работе, которую они ведут. Поэтому спасибо огромное и сегодня еще раз тоже спасибо.